Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги Тавита и сегодня будем читать десятую главу. В этой главе 13 стихов и две темы. Первая тема — это тема о беспокойстве родителей Тави, которые не знали, где их сын, почему он долго не возвращается. И вторая тема о том, как Тави опускается в обратный путь, спешит к своим родителям. И мы читаем. Тавид, отец его, то есть отец Тави, считал каждый день, потому что он мог предположить, за сколько он должен был добраться, за деньгами через какое-то время должен вернуться, а тут оказалось плюс 14 дней. Это был брачный пир. И, конечно, он начал волноваться. И когда исполнились дни путешествия, а он не приходил, потому что там 14-дневный пир, Тавид сказал, не задержали ли их, или не умер ли Гаваил, и некому отдать им серебра. И очень печалился. То есть он реально волновался. Жена же его сказала ему, погиб сын наш, потому и не приходит. И начала плакать по нем, и говорила, ничто не занимает меня, сын мой, потому что я отпустила тебя, свет очей моих. Вот женщинам бывает так свойственно впадать в такие крайности, когда какое-то волнение, там, паника. Тавид говорил ей, молчи, не тревожься, он здоров. То есть мужчине здесь мы видим больше оптимизма, упования на божьих ангелов, о чем он молился, чтобы ангелов сопровождали, а его в буквальном смысле сопровождал как раз архангел Рафаил. И она сказала ему, молчи, ты не обманывай меня, погибло детище мое. Такая женская паника. Ежедневно ходила за город, на дорогу, по которой они отправлялись, днем не ела хлеба, а по ночам не переставала плакать о сыне своем Тови, пока не окончились 14 дней брачного пира. То есть эти дни не входили, как бы, в расчеты Тавида отца Тови, который Рагуил заклял его провести там. Он не мог как бы ослушаться, у него появился второй отец, Аргуил, потому что муж и жена вплоть едину. И когда я совершаю таинство венчания, я обычно говорю, муж, с этого момента родные и близкие знаемые твоей невесты это твои родные и близкие и знаемые. А потом я говорю, невеста, невеста, с этого момента родные и близкие знаемые твоего мужа, это твои родные и близкие и знаемые. То есть мужчина должен относиться к родителям своей жены, как к своим собственным. Точно так же и жена. Тогда Товида, когда 14 дней брачного пира прошли, сказал Рагуилу, отпусти меня, потому что отец мой и мать моя не надеются уже видеть меня. А почему он с такой уверенностью говорит? Он знает характер своих родителей и особенно своей матери. Тестя же сказал ему, побудь у меня, я пошлю к отцу твоему и известят его о тебе. А Тови говорит, нет, отпусти меня к отцу моему. Он знает их характер. И встал Рагуил и отдал ему Сару, жену его и половину имения, рабов и скот и серебро и благословил их, отпустил и сказал, «Дети, да благопоспешит вам Бог Небесный, прежде нежели я умру». Потом сказал дочери своей, «Почитай твоего свекра и свекровь, теперь они родители твои». То есть новое родство. «Желаю слышать добрый слух о тебе». И поцеловал ее. И едно сказала Тови, «Возлюбленный брат, да восставит тебя Господь Небесный». «И дарует мне видеть детей от цары, дочери моей, дабы я возрадовалась пред Господом. И вот отдаю тебе дочь мою на сохранение, не огорчай ее». Здесь мы видим, какое должно быть поведение у отца невесты, и какое должно быть поведение у матери невесты. «После того отправился Тови, благословляя Бога, что он благоустроил путь его. Он во всех отношениях благоустроил путь его. Он шел только за десятью талантами серебра, а тут ему и половину имения отдали, и невесту дали. И желочь есть, которой можно помазать глаза человека с бельмами, и будет исцеление. «После того отправился Тови, благословляя Бога, что он благоустроил путь его, и благословлял Рагуила и Едну, жену его. И продолжал путь, и приблизились они к Неневии». Здесь мы видим, что в молитве Тови теперь всегда будут присутствовать его новые родители, отец и мать его жены. И теперь он приближается к Неневии, он приходит к своему отцу, и что произойдет далее, мы узнаем в следующий раз, если будем живы, живы Господь позволит. Субтитры подогнал «Симон»